всем привет друзья отправляемся с вами в приключение руин запределье во второе крыло и ждет нас предпоследний босс принц кельтос который обладает способностью пиромантия после того как вы применяете заклинания добавляет в колоду пиробласт который будет стоить 5 маны за каждое разыгранное заклинание босс замешивает в колоду пиробласт эти пиробласты также замешивают пиробласты в общем-то не длиться этим боссом явно не стоит нужно будет постараться босс убить как можно быстрее и попробуем пройти кельтоса с помощью самого стандартного фриз мага алекс сразу стартовой руки оставлять не будем оставим древние загадки по возможности будем максимально быстро прокручивать колоду удешевлять заклинания закинем боссу в лицо алекс сразу брони лечения у него нет и дальше просто добиваем оставшимися заклинаниями первый пиробласт замешан за 5 еще и удешевляются заклинания давайте пока просто дрова им ся не будем ничего удешевлять лучше закинем звездную провидицу лучше колоду быстрее прокрутить нежели что-то удешевить удешевить мы с вами еще успеем например проверим контур спелл с помощью колдовского потока правильно давайте удешевлять так это не контур спелл значит заклинание удешевились существа в колоде у босс есть поэтому именно копается существо а если дракон но дракона нет это очень хорошо не копается заклинанием тогда прогнали пока собирателя сокровищ и это не отражен к добираем секрет сразу же я думаю здесь можно повесить ледяную преграду получим 8 брони принципе неплохо так прокручиваем колодку прилив сил который также замешивает пиробласт но заморозка наверное слабо еще один источник силы снова копает не особо я думаю много существу этого босса так что пожалуй только за счет каких-то пиробластов вы и те у нас и будет убивать нам же здесь пока нужно дроваться и запасаться здоровьем здесь я думаю даже закинусь еще одну провидицу опять же чтобы быстрее прокрутить колоду вестника рока наверное на следующий закинем с подморозкой а вот это такое офигенное возвращение в руку провидицы теперь капец какая дорогая ладно здесь весь не крока а вот кидать конус холода что-то мне не хочется знаете почему стул какой-то слабенький я думаю здесь даже лучше закинуть антимагию ледяную стрелу также закидывать не хочу потому что я хочу ледяную стрелу именно давать в лицо болин как удачно волна огня в контур спелл и весь не крока выживает по красоте просто зачистили так еще один конус холода пока не пригодится когда просто звездная провидица а белка в лицах сами свои провидицы убивать конечно же не будем карту она еще успеет принести и пропуск хода ну блин это вообще слабенькая это обращение в пар я почему-то думал будет а уешечка но тут просто обращение в пар так еще один огненный шар пока просто вешаем контур спелл а закидывать фаерболы в лицо боссу смысла нет все весь урон этот закидываем именно после алекстразы да ладно опять пропускают ход ходу дело какие-то сплошные ремовала у босса в руке ладно все 15 хп леталочка уже у нас заставлен два огненных шара фростболт это победка еще один контур спелл и в итоге дает огненную глыбу за 5 которая также замешивает огненную глыбу но слишком медленно слишком медленно босс играет к тому же у нас была на делать алекстраза колодку мы покрутили по красоте и это летал фризмагом босса выносится крайне крайне легко и по своей сути колода это очень дешевая здесь всего лишь одна легендарка и это алекстраза кстати как сразу очень помогает против всех боссов чтобы быстрее их добивать не сносить огромное количество здоровья но если видео кого-то вам понравились то не забудьте поставить лайк и до скорых встреч следующих видео всем удачи и пока удачи